Официальный символ и воинская реликвия, которая олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции. Дислоцированному в Тольятти Центру подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии вручили боевое знамя. Из рук заместителя командующего округом по технике и вооружению, генерал-майора Владислава Анисимова, его получил командир части полковник Андрей Трепичников. Событие действительно волнительное. Уже не первый раз приходится вручать боевые знамена воинским частям. Он, соответственно, также переживает и волнуется весь личный состав, потому что действительно воинское знамя – это есть символ чести, воинские славы. Не зря наши знамена водружались в местах побед, в частности над Рейхстагом. Сегодня очень торжественный и великий день нашей части. Сегодня нам было вручено боевое знамя. Это символ доблести, чести и отваги. Весь личный состав гордится тем, что мы удостоены, наше поколение, именно вручение знамя. Не каждому поколению выпадает такая честь. Почетными гостями знакового события в истории центра стали начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Исауленко и глава городского округа Тольятти Николай Ренц, представители общественных организаций, духовенства, ветераны войск, правопорядка. Я присутствую впервые в жизни на таком событии, как вручении знамени, и для меня это такая же волнительная минута, как и для вас. Но для вас это вдвойне, наверное, волнительно, потому что это символ, который бережет каждый солдат в пуще жизни. Этот символ, я не сомневаюсь, еще больше укрепит ваше мужество, вашу отвагу, вашу смелость, придаст силы и уверенности в победе. Перед проведением ритуала в Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялась церемония крепления полотнища боевого знамени к древку. В ней приняли участие как ветераны, так и действующие военнослужащие, от полковника до рядового, заслужившие это право лучшими показателями в боевой подготовке и ратном мастерстве. В завершении мероприятия военнослужащие центра прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра. Виктория Шарая, события.